Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кип-поп. Вышел новый мини-альбом от группы TXT, Tomorrow by Together. Как вам удобно, так произносите. Альбом называется Minizod 3, Tomorrow. Это у них, в принципе, третий, несложно догадаться, у них до этого были еще мини-зоды. Вот, и песня, заглавка с него называется Deja Vu, и я, соответственно, на нее часто реагирую. Ну, ладно, болтать долго не стоит, потому что все группы TXT знают, я, тем более, она у меня одна из любимых мужских групп, в принципе. Да, я теперь на чем реакция скажу большое спасибо людям, которые меня поддерживают на бусте, в особенности Шури, Антон Балютицу, Илье Просину, Горж Евгению Ельц, Ерину, Банни, Денису и Дани. Все готовы? Я готов. 3, 2, 1. Поехали. В этот раз парням писали музыку, преимущественно европейский исполнительный, вы композиторы, прости. По крайней мере, те, которые с ними до этого работали. Ого! Есть здоровые фигурки лошадей, игрушечных, очевидно. Это будет какой-то сюжетный клип длинный, но отделение всего 4 минуты. Начинается так медленно, аж пугающе. Черно-белый край на синей воде лежал. Интересно, какой будет перепев. Пока музыка максимально спокойная. Даже не могу сказать, что характерны для тех, если нет. У них такое, конечно, бывает, просто не так часто. Ну, такая минорная песня. В целом по звучанию и по мелодии довольно приятная. С огромным количеством синтов всяких разных. Опять у них периодически в клипе какая-то крепота встречается. Ну такая. В данном случае милая скорее, но все равно. Они все в бинтах еще, караван. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Переход что-то такое фантастическое. По звучанию чисто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже с лиганцом электрогитары. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окей, неожиданная концовка. Почти концовка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только что было в обратном воспроизведении видео. Ну, до этого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Случилось чудо, друг спас друга. Такое, ну-ну-ну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, мне, безусловно, фигти нравятся гораздо сильнее, более такие динамичные песни с большим количеством, не знаю. Крепоты, возможно, иногда, ареографии и прочее, прочее, прочее. Но среди песен спокойных это, в принципе, далеко не самая плохая, а более того, даже приятная, чисто музыкальная. Она мне чем-то отдаленно напомнила, очень отдаленно, «We'll be the summer», которая была, наверное, одна из немногих песен. В то время пандемииная, когда народ выпускал слезливые, грустные песни, типа, как на всем фигово живется пандемию, которая мне более-менее пришлась по вкусу, я даже могу с удовольствием переслушивать. Не уверен насчет дежавю, конечно, но в целом вот какой-то вайп есть легонький. Давайте еще раз послушаем, посмотрим. Нет, 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 тихо-тихо-тихо-тихо. Перекручиваем начало песни. Вот тут. Ну, опять-таки, тот факт, что у Текси настолько разные песни, это приятно, как ни крути. У них там и рок был, и вот такого рода вещь спокойный, и чистая американщина была, но приятно, кстати, хорошая американщина. Редкий случай. Редактор субтитров А.Семкин Был бы мелодия еще чуть-чуть поинтересней, мне бы еще больше понравилась. Так она просто неплохая. Субтитров А.Семкин Вот это хороший момент. В принципе, сам припев. Приятно, когда припев... Приятно. Нет, когда припев музыкально лучше, чем остальное, а не как это сейчас принято в последнее время, когда у нас классный разгон, и потом припев какой-то неудающийся, невзрачный. Нет, здесь наоборот. Здесь разгон разгоном, нормальный, и куплет хороший, но припев еще интереснее. Потому что припев, блин, и должен быть высшей точкой песни, а не разгон. Здесь даже эти паузы неплохо работают. Ух ты, это хорошо было. Чувствуется какая-то подготовка тэквондиста, или что-то в этом роде. Вторая часть припева тоже хорошая, когда они еще более высокими голосами поют. КОНЕЦ Вот так вот, товарищи. Что вы скажете про новую песню TXT под названием Deja Vu? У них, в принципе, неплохо все. С продажами, опять же, я проверил интересы ради перед началом реакции. Там было типа миллион и двести, или миллион сто четыре тысячи. Что-то в этом роде. Сто четырнадцать, неважно. Это у них даже близко не рекорд за первый день, но, скажем так, лучше, чем предыдущий мини-зот, который был второй, плюс еще не вечер, вроде. Или уже вечер, черт его знает. Но это такой, все-таки, знаете, не The Name Chapter, да, который у них, а вот как-то мини-зот, такое ощущение, как будто, может быть, там, например, меньше состав, меньше каких-то карточек, еще чего-то такого рода. Напомню, рекорд у парней 3 миллиона двести тридцать семь тысяч на альбоме The Name Chapter Temptation. Вот, если ничего, конечно, ничего не путаю. Вроде ничего не путаю. Да, все. Все, всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Лайк, подписка, бусти. Бусти хороший сайт, на котором меня можно поддержать и заполучить кучу бонусов, включая общение со мной в чатике, заказы реакций, голосование за реакции месяца. Как раз сейчас будет у нас, скорее всего, вот-вот уже голосование за реакции апреля. Я, как обычно, на YouTube, на YouTube в сообществе опубликую опрос насчет вариантов кандидатов, потом у себя в бусти выложу голосование. Кто, четыре песни, которые победят, на те я буду реагировать. Все. Всем пока. Благодарю всех, кто меня поддерживает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова